Добрый день дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирные. Итак, у нас сегодня с вами карта дня на 23 августа 2022 года. Итак, давайте посмотрим. Прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака, он общий. Давайте посмотрим, что этот день нам принесет. 23 августа 2022 года. Это у нас вторник. Общая карта этого дня. День спокойный. Работа на результат. То есть что-то вы будете ждать. Какое-то сообщение, письмо, известие, результат вашей работы. Может быть вы сдавали какие-то тесты, и вот в этот день вам должны будут дать уже какой-то ответ. Сдавали анализы, ждете результат. Да, допустим, там записались к врачу, к примеру, и ожидаете вот время, когда же вот к нему можно будет уже пойти проконсультироваться. То есть здесь ожидание чего-то. Притом ожидание того, что для вас очень важно, ценно. Может быть вы проходили собеседование и ожидаете ответа, к примеру. То есть вот, и я думаю, что вы будете довольны результатом. Скорее всего, что вы будете довольны. Ну, давайте посмотрим, что будет в позитиве 23 августа. Какой-то шанс, предложение. Да, вот этот ответ. Нет, когда уже казалось, что вот всё не имеет какого-то смысла, да, вот вы уже вроде бы всё для себя попробовали, уже сделали столько попыток, столько всевозможных поступков для того, чтобы улучшить свою жизнь, да, улучшить вообще как бы ситуацию вокруг вас. Но вы не могли найти, вот вы не могли найти правильный какой-то подход, вы не могли найти правильное решение. И вот тут оно для вас как раз и появляется. Кто-то что-то вам предложит, кто-то с вами согласится, кто-то даст вам вот этот ответ, который вам необходим. Вот этот кубок, вот этот кубок. То есть какое-то предложение. Если вы ищете работу, вы её найдёте. Вы ищете поддержку, вы её найдёте. Вы ищете партнёра, вы его найдёте. Также, смотрите, между мужчиной и женщиной может быть недопонимание. Каждый занят своим делом. Но здесь появится что-то такое, что вас может объединить. То есть вы будете работать на один результат. Что в негативе будет 23 августа? А в негативе будет то, что если вы не будете знать меру деньгам, то есть вы можете, скажем так, излишне что-то тратить. Это раз неправильно. Знаете, тут смотрите, чтобы вас не подставили в плане денег. Потому что тут может быть какая ситуация. Вам могут предложить какой-то товар за какие-то сумасшедшие деньги. Хотя на самом деле этот товар может стоить дешевле, допустим. Но вы можете переплатить. Здесь может быть переплата. Что-то как лишняя трата денег. Сверхтрата какая-то. Поэтому вы должны свои финансы считать, контролировать. И понимать, на что вы можете рассчитывать, а на что нет. На что следует обратить внимание 23 августа? На дом, да? На дом, домашние хлопоты, на близких людей. Что-то, может быть, вы будете делать для дома. Но опять же, смотрите, здесь может быть у вас такой размах большой. Но на самом деле придется немножко как-то пересмотреть свои вот эти претензии и все остальное. То есть тут вот должна быть какая-то экономия, я так понимаю. Так. В личной жизни что 23 августа? Все хорошо. Семья, благополучие. То есть вы сможете найти общий язык, вы сможете прийти к какому-то компромиссу. Вы окажете друг другу поддержку. Вы друг для друга и есть опора. То есть здесь родители, дети, тут внуки. Вот вы как-то будете действовать в этот день сообща, все вместе. Вам есть на кого рассчитывать и на вас тоже рассчитывают. Взаимопонимание, какое-то семейное дело, семейный бизнес. Все будет крутиться вот вокруг вашей семьи, вокруг родных. Что в рабочей сфере 23 августа? Продвижение вперед. Продвижение вперед, коллективная работа какая-то. Будете работать в команде. Возможно, будете показывать мастер-класс, кого-то чему-то будете обучать. Или же вы будете сами обучаться. Но шаг за шагом вы идете к поставленной какой-то цели. То есть у вас идет продвижение. Так, можно ли 23 августа давать деньги в долг? В принципе, можно. Можно ли брать деньги в кредит? 23 августа? Нет. И общий совет карт для представителей всех знаков зодиака на 23 августа. Ну, на самом деле, то, что вас беспокоит, я скажу вам так. Если есть какая-то проблема, трудность, то есть из-за чего вы нервничаете, беспокойтесь, вы должны понимать, что вы слишком чему-то придаете большое значение. То есть вы сами себе можете, знаете, как рисовать масштабы вот этой проблемы или какого-то вопроса, допустим. На самом деле все немножко обстоит иначе. То есть вы сможете продвинуться вот в своем деле, в том вопросе, который вас интересует. И вот эти все горы, препятствия, это больше надуманно, это то, чего вы боитесь. Это ваши, знаете, как ваши страхи личные. То есть вы пересмотрите вот свое отношение к определенным каким-то процессам, к тому, что в вашей жизни происходит. И поймете, и поймете, что что-то вы для себя явно преувеличили. И знаете, сами себя как будто бы загнали в угол, и задается вопрос, зачем, что вам это даст, потому что от этого легче будет. Нет. Здесь придется по-другому смотреть на что-то, по-другому оценить что-то. И при том оценка, это будет правильное. То, что вот сейчас у вас как-то неправильно там представляется все. Это да. Вы сможете выйти из иллюзий. И послание феи на 23 августа. Уверенное поведение. Отстаивайте свои убеждения и говорите «да» только в том случае, если действительно этого хотите. То есть вы должны не бояться. Вы должны быть уверены в себе. Вы должны знать конкретно, чего вы хотите, и следовать этому. Не бойтесь. Не бойтесь. То, что вам кажется, вот эта гора какая-то, да, какие-то трудности, препятствия, это как мнимое что-то. На самом деле дела обстоят немножко иначе. Лучше, чем вы думаете. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...